Неравнодушные казахстанцы продолжают собирать гуманитарную помощь эвакуированным жителям города Арыс. Запноказахстанская область не осталась в стороне и уже сегодня в Шемкент были отправлены три большегруза со строительными материалами и товарами первой необходимости. В связи с трагическими событиями, которые произошли вчера в Арысе, по всему Казахстану сейчас собирается гуманитарная помощь. Уральск не остался в стороне и уже со вчерашнего дня в областном центре работают три пункта по сбору гуманитарной помощи. Первая партия помощи в виде строительных материалов была отправлена еще вчера в город Шемкент. Сегодня же порядка 20 крупных предприятий области оказывают гуманитарную помощь в виде товаров первой необходимости. Это продуктов питания, детской одежды и средств гигиены. Большегрузы уже отправились в Шемкент и через 40 часов будут на месте. От нашей области направляется гуманитарная помощь. Это продукты первой необходимости, в том числе макаронные изделия в количестве 4 тонн, мучные изделия в количестве 5 тонн, также сахар, детская одежда. В этой акции помогли наши предприниматели области. Всего сегодня из Уральска было отправлено свыше 30 тонн провизии. Кроме того, Западно-Казахстанская область окажет материальную поддержку жителям Арыси. Сейчас наши предприниматели готовы оказать содействие. Вот сейчас первую партию мы уже отправляем в город Арысь. Это в основном строительные материалы, шупы, саморезы, гвозьи и так далее, профлисты и так далее. Кроме того, многие предприятия, в том числе и Нур-Отан, планируют однодневную заработную плату отправить в фонд поддержки. Но тем не менее, я бы хотел обратить внимание, что есть и мошеннические какие-то действия, кто-то там в ускоренном порядке собирает. Но здесь нужно четко знать официальные пункты приема. Уже сейчас ряд предприятий и государственных учреждений изъявили желание отправить однодневную заработную плату в фонд помощи пострадавшего от взрывов. Точную сумму власти пока не уточняют, потому как ежечасно количество желающих растет. Отметим, что только Западно-Казахстанский государственный университет имени Махамбета Утимисова перечислил на счет фонда 2,5 миллиона тенге. Сейчас все граждане Республики Казахстан помогают жителям города Арыс, которые пострадали от взрывов в воинской части. Западно-Казахстанская область не исключение. Со вчерашнего дня граждане собирают гуманитарную помощь и при партии НРОТА был открыт пункт сбора помощи. Сейчас мы отправляем первую партию. Кроме этого, члены областной партии, преподаватели вузов, сотрудники областного Акимата, неправительственные организации, а также просто рядовые граждане на добровольной основе перечислили однодневный заработок жителям Арыс. Каждый помогает, чем может. Отрадно, что в такие трудные минуты казахстанцы объединяются и поддерживают друг друга. Все мы помним, когда в 2011 году во время паводка в нашей области со всех уголков нашей страны прибывала помощь. Желаем жителям города Арыс благополучия и мирного неба над головой. Необходимо отметить, что это не последняя гуманитарная помощь, которую отправят пострадавшим из нашего региона. Сбор продолжается. К нему подключились общественники и волонтеры. Жители Уральска помнят, как население Южно-Казахстанской области во время чрезвычайной ситуации в нашем регионе оказывали всестороннюю помощь тем, кто пострадал от паводка. По последним данным, обстановка в Арысе стабилизировалась. Однако все жители пока находятся в эвакуационных пунктах. Сейчас весь Казахстан следит за развитием событий в Туркестанской области. Несмотря на то, что событие действительно трагичное, оно показало сильную сторону казахстанцев. Это единство и сплоченность.